обещанное видео о вреде обрезки сразу скажу не всякая обрезка вредна а наиболее массово пропагандируемое укорачивание лично я уже несколько лет от такой отказался и поделюсь результатом изменение климата вызвано глобальным потеплением вынуждает переходить к новым методам видите как фундук обильно цветет в начале февраля к новым методам и приемам в основных районах плодоводства с тем чтобы получать ежегодные гарантированные урожаи основных культур в данном случае яблони изменение климата характеризуется практически ежегодными теплыми зимами но с регулярными колебаниями температур от больших плюсовых до минусовых я считаю такие зимы суровыми и жаркие засушливые лета главным природным ресурсом становится не нефть а вода менять надо подходы и методы возделывания культур времен очаковских и покорения в условиях дефицита влаги надо переходить только на сильно рослые засухоустойчивые подвои сеянцы дикоросов только они способны поднять влагу из глубины передать на генетическом уровне приводим высокую устойчивость к неблагоприятным погодным условиям а также к значительной части вредителей и болезни дикорастущие яблони, груши, вишни, черешни не подвержены суровым условиям произрастания и практически всегда с урожаем это видно несколько видео у меня было что в этом году дикоросы, яблони, груши нормально себя чувствуют кто их обрезает, поливает, удобряет, обкапывает за последние 60-70 лет лет вся культура прививки в стране это слепое копирование на слаборослых подвоях западноевропейской селекции там нет дефицита влаги мягкие погодные условия вот о погоде зимы и у нас стали теплыми но суровыми с колебаниями знаете говорят колеблющиеся хуже определившиеся за прошедшую зиму было дней около за проходящую зиму было дней ну наверное около сорока теплыми не было у деревьев положенного периода покоя на низком старте они находятся я бы сказал еще немного тепла и начнут почки набухать но февраль метео обещает холодным это как в жизни они поманят вас куда-то или чем-то хорошим теплым а вместо этого кирпичом или ведром ледяной воды на голову вот такая не теплота а суровость теплых зим если посмотреть в ютубе на обрезку просто паранойя толпы сенсеев клацая инструментом топчут грязь с ранней осени до поздней зимы хочу сказать что ранняя обрезка и многократно я об этом говорил на всех культурах она наряду с неправильной обрезкой еще больше провоцирует и ослабляет деревья заставляет рано становиться их на цвет а в конце весны как правило заморозки и нет урожая сетуют после этого сенсей на ютубе непростой провальный год покажу видео вот с этой точки урожай вот этих яблонь сорта мельба какой он бывает не в права и в провальном и не в провальных а в каждом году благодаря тому что уже лет пять нет здесь на них обрезки хочу сказать что в основном в садах приусадебных деревья на слаборослых кое-где может быть на среднерослых подвоях с небольшим объемом они поверхностно расположенных корней которые не могут в полной мере снабдить растения влагой и питательными веществами но получили питомниководы на карликовых подвоях не карликовую прибыль авто дома путешествия за счет буратин с поля чудес да плюс к тому еще вот проповедуемая сенсеями обрезка безумная укорачиванием обрастающих веток ведет она к уменьшению и так небольших объемов и площади всасывающей поверхности корневой системы тесно они связаны с собой объем корней и обрастающей древесины и по этой причине происходит массовая гибель деревьев об урожаях и не говорю вот посмотри и конь тут как говорится не валялся а урожаи увидим какие чтобы этого не происходило обрастающая древесина не должна обрезаться не надо делать трудоемкую и вредную работу а всего лишь вырезается целиком ветки загущающие кроны будет сделано в этом году думаю это работа а также выполняется санитарная с определенного времени омолаживающие обрезки подробнее об этом во второй части видео смотрите полезные видео смотрите полезные видео видео